МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Самое главное – соблюдать качество, чтобы всё было вовремя сделано на достойном уровне. Прилегающая территория к платформе Тамилина преобразится. У нас более 20 тысяч зарегистрированы сейчас на предприятии. 14 тысяч из них – это только индивидуальное предпринимательство. Открылось отделение общественной организации «Опора России». Это роллы с огурчиком, с ветчиной и с сыром. Самые полезные, самые вкусные, питательные. А главное, что нравится моим двоим внукам. Первый этап конкурса «Люберецкая супербабушка позади». Как он прошёл, расскажем в сюжете. Это для нас очень значимое событие. Мы к нему очень долго готовились. Мы очень рады, что все наши гости смогли сюда приехать. В Люберцах составился всероссийский турнир по командной гимнастике. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберцах произошло два пожара. Пострадавших нет. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. В этом году в округе капитально отремонтируют 61 МКД. В 38 домах заменят кровлю, обновят 17 фасадов, отремонтируют 15 внутридомовых инженерных сетей и 4 фундамента. Также в рамках губернаторской программы по ремонту подъездов у нас на текущий год утвержден список 170 подъездов. На сегодняшний день у нас 60 подъездов выполнено в полном объеме, 28 подъездов в работе. Все работы, которые проводятся в местах общего пользования, то бишь в подъездах, управляющие компанией у нас согласовывают с нашими жителями. Обсудили строительство надземного пешеходного перехода на перегоне железнодорожных станций Ухтомская и Люберце-1. Работы планируют завершить к концу июля. Содержание дорог и дворовых территорий, ямочный ремонт асфальта и профилактика травматизма на дорогах на особым контроле. В этом году у нас не допущен рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования, в том числе с погибшими и с тяжким вредом здоровья. На железной дороге мы продолжаем иметь устойчивое снижение травматизма. Так, смертность на железной дороге по отношению к прошлому году у нас упала на 900%. Есть новое назначение. Руководителем Люберецкой теплосети стал Эдуард Болотный. На совещании глава округа вручил документы на земельные участки двум многодетным семьям. Всего с 2011 года в Люберцах поставлено на учет 1742 многодетные семьи. 820 из них земельные участки уже получили. В этом году в городском округе Люберца благоустроят территории, прилегающие к станциям МЦД-3. Новые пешеходные зоны появятся в районе шести станций. Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилина, Краскова и Малаховка. Работы по каждому объекту согласовываются с жителями. На этой территории прогулки пока запрещены. Идет подготовка к благоустройству и созданию комфортной городской среды. Уже к концу лета здесь будет совершенно другая картина. 2000 квадратных метров станут современной пешеходной зоной. Сейчас работы здесь завершены по планировке территории, разбивка по закладным, это под освещение. И уже частично выполнена подсыпка под организацию покрытия из плитки. Новые лавочки, система навигации, освещение и дополнительное озеленение. Каждую деталь проекта по благоустройству обсуждают с жителями ближайших домов. Принимаются также предложения и пожелания. Эта территория вот этого магазина, она белое пятно, мы ее не трогаем. Она не наша, она собственно. То есть от него вот этот сквер в эту сторону пойдет вот до физкультурного этого округа. Да, вот из-за забора до Беликого. До Теннисного. До Теннисного. То есть вот они, дорожки пешеходные. Это вот этот голубой, это что? Детская игровая площадка большая. Детская игровая. Это все, да, вот лавочки, лавочки. И плюс велосамокатная дорожка вокруг всего парка пройдет также. На территории прогулочной зоны установят шесть камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». По просьбам жителей здесь обустроят специальную площадку для выгула собак. В округе продолжают благоустраивать общественные пространства рядом с железнодорожными станциями, через которые пройдет МЦД-3. Ход выполняемых работ держит на контроле Владимир Волков. Как прошло выездное совещание в Томилине, расскажем в сюжете. ГИБДД даст те решения, как нужно сделать так, чтобы было безопасно. Но задача наша сделать не вот этот пятачок, а сделать так, чтобы было комфортно потом. К подготовительным работам приступили в апреле. У станции Томилина благоустроят три участка. Основной фронт работ приходится на площадь перед памятником Пушкину. Будем выполнять работы по укладке тротуарной плитки. В районе 700 квадратов будет уложено. Асфальтовое покрытие в районе 300 квадратов будет высажено. В районе 1000 квадратов газона. С той стороны будет облицована входная группа в парк имени Лапса гранитной плитой. Также будут установлены вазоны, антипарковочные столбики. Будет сделан тротуар. На площади установят лавочки, городские часы, высадят деревья и кустарники. Памятник Пушкину отреставрируют. В тёмное время суток его подсветят четырьмя светодиодными фонарями. Но в первую очередь по просьбе жителей обустроят тротуары и приведут в порядок существующие пешеходные зоны. Чтобы для пешеходов, для детей, для всего здесь было побольше порядка. Потому что сейчас в осенне-зимний период здесь не пройти вообще никак. Пошире тротуары, побольше парковок для машин, жителей, кто приезжает здесь, кто на электричку оставляет. Чтобы всё поорганизованнее было. Не кидали вдоль, что не пройти, не проехать. И пешеходные переходы всё загораживают. Фасады торговых объектов приведут к единому стилю. Рядом со станцией, в том числе на улице Жуковского, тоже сделают новые тротуары и парковку. Также необходимо дополнительные места парковочные обустроить с противоположной стороны. Все эти замечания мы учитываем, вносим, изменяем проект, дополняем. Самое главное – соблюдать качество, чтобы всё было вовремя сделано на достойном уровне. Благоустройство территории около станции Томилина завершат в августе. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Приступают к очистке Малаховского озера. Ход проводимых работ обсудили на очередном заседании рабочей группы. Как прошла встреча, расскажем в сюжете. По подсчётам специалистов, на дне Малаховского озера, которое образовалось более трёх столетий назад, могло накопиться свыше 140 тысяч тонн иловых отложений. Но прежде чем приступить к очистке акватории, необходимо привести в порядок русло реки Македонки выше по течению. К работам приступят после нереста. Геодезисты делают необходимую разметку. В этом месте будут установлены боновые ограждения для того, чтобы ветки деревьев, стволы, мусор не заплывали в озеро. На выездном заседании рабочей группы жители поднимали волнующие их вопросы. Разъяснение дал первый заместитель министра экологии Московской области Павел Бида. Мы его не спускаем до того уровня, который намечен у нас на конец лета, начало осени. Мы его спускаем, повторюсь, до того уровня, который необходим для очистки этого. Ну, это условно метр. Ну, будет понятно, после того, как геодезисты. По словам экспертов, очистка озера будет неэффективна, если не затампонируют незаконные водовыпуски в Македонку на территории Раменского района. Люберецкая администрация и Министерство экологии этот вопрос держат на особом контроле. В апреле прошел рейд совместно с администрацией Раменского городского округа и городского округа Люберцы. И с участием заинтересованных жителей выявлено 11 водовыпусков, с которыми сейчас ведется работа, и они, соответственно, часть уже перекрыты, часть еще работаем. Спуск воды для регулирования русла реки Македонки начнут в июне. Затем приступят к очистке дна реки от Ила. К сентябрю работы планируют завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждую весну жители Люберец высаживают деревья в память о невернувшихся с поля боя. В этом году основными площадками акции «Сад памяти» стали дворы. На проспекте Гагарина и на проспекте Победы, где было особенно многолюдно, работала наша съемочная группа. Площадки для посадки деревьев подготовлены с раннего утра. Саженцы кленов, рябин, березы, грунт расставлены. Жители Люберец приходят сюда целыми семьями, школьники, классами, детсадовцы, группами. Мы считаем, что акция очень важна не только для экологии, для озеленения нашего города, но и как память поколений. Это же Лес Победы. Мы помним, мы гордимся, мы чтим наших воинов, которые защищали нашу Родину. На каждое высаженное дерево повязывают георгиевские ленточки. Вместе с жителями и ветеранами аллею высаживал и глава округа Владимир Волков. В этом году появилась еще и аллея участников специальной военной операции. Станислав Демин живет на проспекте Гагарина. Сегодня вместе с мамой, сестрой и друзьями тоже принимает участие в акции «Сад памяти». Он повязал ленточку на посаженное дерево в память о своей прабабушке. Мы садили Лес Победы в честь умерших на войне, чтобы их помнить. У меня прабабушка служила на войне. Она в оружейном заводе делала оружие. В городском округе Люберцы 13 мая 2023 года высадили более 2000 декоративных и фруктовых деревьев и кустарников. К акции «Лес Победы», которую четвертый год проводят под эгидой международного проекта «Сад памяти», присоединились жители со всего округа. В поселке Красково главной площадкой стал сквер на улице Карла Маркса. Этот мемориальный комплекс открыли 9 лет назад. Рядом с памятником скорбящему солдату – мраморные плиты с именами красковчан, погибших на фронтах Великой Отечественной. О героических подвигах советских бойцов свидетельствуют дивизионные и противотанковые пушки. Одна из них участвовала в Сталинградской битве. Несколько лет назад жители высадили в сквере Сиреневую аллею. А сегодня – 10 рябин. Я сажаю это дерево в честь моего прадедушки, который воевал в Великой Отечественной, чтобы память о нем жила вечно. Это доброе дело, и я рада это сделать. Участвую в этой акции в первый раз. К эколого-патриотической акции присоединился председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Посадку деревьев посвящаем нашим героям, кто отстоял свободу, независимость страны. К сожалению, кто-то погиб во время войны. Многие не дожили до сегодняшнего дня, потому что, понятно, время идет. История страны состоит из истории каждой семьи. Поэтому я не исключение. Мои близкие воевали. Погибло два моих родных дяди. Погибли один в 1941-м, второй в 1942-м году. Из тысячи ушедших на фронт красковчан только половина вернулась домой. Сегодня в поселке проживают пять фронтовиков. Самый старший из них – Просковье Ивановой, 102 года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще одна Люберецкая школа присоединилась ко всероссийскому образовательному проекту «Парта героя». Память о советском бойце Федоре Епихине, погибшем в годы Великой Отечественной войны, увековечили в его родной гимназии номер один. Продолжит Богдан Колесников. По сути, это обычный ученический стол, на котором размещена фотография героя, его биографии и заслуги. Федор Епихин окончил школу в 1941 году. Когда началась война, мальчишки не было и 17-ти. В армию призвали только в 1942-м. Федор прошел боевой путь в составе 153-го гвардейского стрелкового полка. Погиб в ходе Ленинградско-Новгородской операции в марте 1944-го. Единственная фотография только есть, переданная его родителями. И есть дневник Федора Епихина, где он описывал свою школьную жизнь, свои школьные годы. Он дает здесь такие потрясающие характеристики учителям. И мы, собственно, почерпнули очень много сведений о тех учителях, которые работали здесь в те годы. Дневник в школьный музей, созданный в 1979 году, передали родители героя. Сегодня это один из главных экспонатов, свидетельствующих о жизни люберецких школьников в довоенные годы. Пока парта героя находится в актовом зале, но уже скоро она займет свое почетное место в кабинете истории. Каждый ученик хотел бы сесть за эту парту и надеюсь, что я тоже смогу сесть. Для того, чтобы сесть за эту парту, нужно хорошо учиться, заниматься общественной жизнью школы и быть активным. Такие парты, конечно же, есть во многих наших школах. И самое важное – это память. То, что есть у нашего величайшего народа, а вы – потомки тех героев, которые победили в Великой Отечественной войне, победили в Первой мировой войне, побеждают и сейчас. Парту героя открыли в торжественной обстановке. Почетное право присесть за нее первым представилась девятикласснице Юлии Клочковой. Участница Всероссийских олимпиад по обществу, знанию, истории, экономике и МХК – гордость гимназии. Сесть за парту героя для меня было очень почетно. Ребятам я хочу пожелать удачи и стремления к этому лучше учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях. Образовательный проект «Парта героя» запущен при содействии партии «Единая Россия» пять лет назад. Он в доступной форме рассказывает ученикам о земляках, которые совершили доблестный поступок и проявили личное мужество. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Более пяти лет жители северной части Люберец ждали открытия новой поликлиники на улице 8 марта. На днях врачи приняли первых пациентов. Какие специалисты работают в медучреждении, расскажем в нашем сюжете. На прием к педиатру запись уже открыта. При необходимости можно попасть к узким специалистам. Кабинеты стоматолога, отоларинголога, офтальмолога, уролога и гинеколога оснащены современным оборудованием, которое позволит вести диспансерное наблюдение и оказывать помощь на всех этапах лечения. Наконец мы получили лицензию и вот сегодня поликлиника распахнула двери для наших маленьких посетителей. И вы видите, что сегодня с утра уже выложено расписание и с 8 утра уже доктора ведут прием в своих кабинетах. Сегодня ведут два педиатра в первую смену, один педиатр будет во вторую смену, потому что пока здесь открывается по численности населения всего только три участка. Для маленьких пациентов также открыты кабинеты лечебной физкультуры и массажа. По направлению лечащего врача в поликлинике можно сделать УЗИ, рентген и электрокардиограмму. Очень удобно, рядышком оборудовываю медики, вот прямо и детские смотрю, очень хорошо. Обычно детишке приходишь, негде не поиграть им, ничего. А вот тут, я смотрю, сейчас будут, наверное, игрушки и все, будем ходить. Для пациентов с температурой предусмотрен фильтр-бокс с отдельным входом. Строительство медучреждения глава округа держал под личным контролем. Андрей Юрьевич, губернатор, ставит задачу, чтобы комфортная и доступная медицина была рядом, приближена к жителям. Соответственно, вот как раз этот объект является тому подтверждением. Все самое новое, все самое современное находится здесь. Приходите, проверяйтесь и, конечно же, получите квалифицированную профессиональную медицинскую помощь. Поликлиника рассчитана на 155 посещений в смену и будет обслуживать около 5000 детей. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Национальный проект «Производительность труда» стартовал в России 5 лет назад. Участие компаний в нацпроекте позволяет оптимизировать и сохранить ресурсы, главный из которых – время. В конце прошлого года к проекту присоединилось предприятие «Энергоконтракт», на котором производят костюмы и средства индивидуальной защиты от производственных рисков. Тему продолжит наш корреспондент. Специалисты Федерального центра компетенций помогают предприятиям свести к минимуму издержки и увеличить прибыль. Эксперты выезжают на производство, изучают, как оно устроено, находят слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. В цехе мы внедрили производственный анализ, где мы в течение смены анализируем, какие были причины невыполнения планового задания, что сместилось и пытаемся решить оперативно эти проблемы, чтобы выполнить срок наши заказы. Производственный анализ нам очень в этом помогает, потому что информация вся очень быстро собирается, потому что каждый час оператор пишет, выполнил ли он план, указывает время выполнения и причины, по каким он не выполнил. Такую же систему в рамках нацпроекта внедрили в швейном цехе. Без привлечения дополнительных инвестиций производительность труда увеличили почти на 30%. Я считаю, что это очень высокий показатель, с учетом того, что наше производство и так считается достаточно эффективным в производстве на рынке спецодежды. У нас есть выбор. Это очень хорошо, потому что мы берем теперь более высокопроизводительных сотрудников. Вслед за производительностью труда участие в национальном проекте помогает бизнесу увеличить доходы. В округе данная программа реализуется на четырех предприятиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылось отделение общественной организации «Опоры России». Это крупнейшая в стране площадка, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса. Какие задачи ставят перед собой члены сообщества, расскажут мои коллеги. На сегодняшний день региональное отделение «Опоры России» представлено в 85 субъектах. Подмосковное сообщество – одно из самых крупных. Оно включает в себя более 20 местных отделений по всей Московской области и около 400 членов организации. Теперь частью большой команды стали и люберецкие бизнесмены. «Опора России» – это важная составляющая нашей жизни, российской жизни и нашего общения органов государственной власти, всех уровней с предпринимателями. По разным вопросам, по всем направлениям нашего взаимодействия, нашей работы для того, что главная цель – создание комфортных условий работы с предпринимательским сообществом, предприятием. Сегодня «Опора России» – это, с одной стороны, российская общественная организация малого и среднего бизнеса, «Опора России», членами которой могут быть физические лица и общественное объединение. С другой стороны, это союз ассоциаций отраслевых. Это некоммерческое партнерство «Опора», в состав которой в настоящий момент входят практически полторы сотни профессиональных союзов. Председателем Люберецкого отделения «Опоры России» назначен Владимир Русаков. На сегодняшний день он также возглавляет Люберецкий союз промышленников и предпринимателей. У нас более 20 тысяч зарегистрированных сейчас в предприятии. 14 тысяч из них – это только индивидуальное предпринимательство. Большое спасибо Владиславу Леонтьевичу за то, что приняли нас в вашу большую семью. Надеюсь, мы придем сюда не с пустыми руками, а в отделении Люберецкого организовывают люди достаточно опытные с точки зрения поддержки бизнеса. Люберецкое отделение «Опоры России» сформировали 8 предпринимателей, которые являются членами организации. Это руководители предприятий и сообществ городского округа и представители различных сфер бизнеса. Состоялась бизнес-встреча татарской молодежи московского региона. Опытные спикеры-предприниматели поделились с участниками форума своим личным опытом и полезной информацией, необходимой при открытии собственного бизнеса. Все подробности далее. Как создать свой бизнес? Кому обращаться за советом? На какую финансовую поддержку могут рассчитывать начинающие предприниматели? На одной площадке ответы на все вопросы, которые могут заинтересовать молодых и перспективных девушек и юношей. На встречу, организованную местной татарской национально-культурной автономией городского округа Люберца, пригласили компетентных гостей. Не без поддержки губернатора Московской области, в регионе действует азбука предпринимателей. Это онлайн-обучающий проект, который реализует, наверное, процентов на 90 министерства предпринимательства в Московской области. Каждый молодой человек может узнать азы, как начать свое дело, даже там будут вам рассказаны шаги. Как специалист, работающий в области связи с национальными и религиозными объединениями, я хочу отметить, что региональная татарская национально-культурная автономия Московской области, в частности и местная татарская национально-культурная автономия городского округа Люберцы, в последнее время молодежи выделяют большое внимание. Молодежь – это движитель прогресса, и в любом деле нужно обновление, в том числе и обновление руководящих кадров национальных общественных организаций. Кроме представителей правительства Московской области, на форуме выступили опытные спикеры. Они рассказали о создании собственного бизнес-проекта, о государственной и региональной поддержке МСП, а также подняли тему наставничества для молодых предпринимателей. У нас проходит сейчас уже непосредственно, мы завершаем там мастер-классы со старшеклассниками, это наставничество по профориентации в медиасфере. Вот один из новых проектов, который стартует буквально уже на днях, с 1 июня, это проект «Медиалета» для школьников всех возрастов. Мы запускаем вот такой проект и будем развивать и коммуникативные навыки, и создавать проекты. Руководители различных компаний городского округа Люберцы поделились своими историями, в которых были как взлеты, так и падения. У всех участников встречи была возможность задать спикерам вопросы и обменяться с ними контактами. В городском округе проходит конкурс «Люберецкая супербабушка-2023». В этом году в нем участвует 35 женщин. Каждая из них предстоит пройти несколько этапов, чтобы заслужить звание победительницы. Первый, кулинарный, уже позади. На самом вкусном этапе проекта побывала съемочная группа нашего телеканала. «Баба дома лучше всех! Бабу дома ждет успех!» «Мы очень сильно за нее болеем и очень хотим, чтобы она победила. Она у нас самая классная, самая лучшая». С такой поддержкой ей конкурсы не страшны, а когда задание сделать вкусный и полезный завтрак для внуков, тем более волноваться не стоит. Каждая бабушка знает толк в приготовлении еды. «Это роллы с огурчиком, с ветчиной и с сыром. Самое полезное, самое вкусное, питательное. А главное, что нравится моим двоим внукам. Я его сама придумала, я дома такое готовлю все время. И все очень любят». Время на приготовление завтрака ограничено. На выполнение задания бабушкам дали ровно 20 минут. Без термальной обработки они должны создать одно или несколько блюд. «Люди здесь проверенные, умудренные опытом. И, конечно, судя даже по первым столам, уже все очень вкусно, красиво, сытно и полезно». Второй этап кулинарного конкурса – презентация блюда. Перед членами жюри непростая задача – выбрать самые вкусные, красивые и необычные. Выставляя баллы, они также обращают внимание на активность группы поддержки. «Интрига будет сохраняться до самого конца. Потому что у нас впереди еще спортивный конкурс. Впереди у нас еще творческий конкурс. Впереди у нас конкурс красоты. Поэтому выиграют, они уйдут сегодня все победителями». Кроме этапов конкурса, всех участниц проекта ждут интересные встречи и поездки. А имя Люберецкой Субербабушки станет известно на праздновании Дня города. В Московской области проходит отборочный этап ежегодного всероссийского конкурса «Семья года». Проект направлен на поддержку многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей инвалидов и детей-сирот. За победу в конкурсе борется и молодая семья из городского округа Люберцы. В гостях у Негиных побывала съемочная группа нашего телеканала. Те редкие минуты, когда все в сборе. Супруги Святослав и Мария, их четыре сыночка и лапочка-дочка. В выходной можно никуда не торопиться и провести время в кругу большой дружной семьи. Будни в семье Негиных расписаны по минутам. Кроме учебы в школе и посещения детского сада, все мальчики занимаются спортивной гимнастикой. Берут пример с папой, который принимает участие в различных соревнованиях и наряду с сыновьями завоевывает медали. Находят дети время и для творчества. Танцуют, рисуют и учатся играть на гитаре. Совсем как окуречек, зелененький он был. Ну, старшим это быть хорошо, дружно живем, играем. Занимаюсь гимнастикой уже с трех лет. Мне очень нравится. Мне нравится заниматься. Мы ездим с тренером на разные соревнования. И я почти на всех выигрывал. Активный и здоровый образ жизни ведут все члены семьи. Летом одно из любимых занятий – катание на велосипедах, а зимой все встают на лыжи. Вообще, Негины привыкли делать все вместе и сообща, помогая друг другу. Супруги Святослав и Мария всегда мечтали о большой семье. Иначе в их случае быть не могло. Они сами выросли в многодетных семьях. Сейчас признаются – чем больше детей, тем больше счастья в доме. Мы когда познакомились, поженились, именно так, по-моему, случилось, что мы хотели большую семью, быть многодетными. Поэтому, так сказать, соблюдаем традиции, те, которые нам заложили наши родители. Когда вышла замуж, появилась первая, вторая захотели быстро. А еще шестой будет? Планируете? Да! За вас уже решили. В конкурсе «Семья года» Негины участвуют впервые. Согласились, не раздумывая. Считают, что этот проект еще больше сплотит их дружную команду. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец прошел пасхальный фестиваль. Уже во второй раз городской округ принимают у себя представители всех благочений Подольской епархии. Праздник включил в себя мастер-классы, выставки и концерт. С подробностями Луиза Игия Зарян. Несмотря на то, что Великую Пасху отметили месяц назад, радостные ликования звучат до сих пор. Церковное празднование Воскресения Христова продолжается 40 дней. И пасхальный фестиваль – еще один повод поздравить православных с этим светлым событием. Вера – это все, что у нас есть. Это основа основ, основа государства, основа семьи, основа каждого человека. Потому что человек верующий, человек искренне верующий никогда не сделает ничего плохого. Поэтому я желаю всем верить, всем, конечно же, здоровья, хорошего сегодня настроения, всех с праздником. От имени архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия гостей праздника поприветствовал секретарь Подольского епархиального управления Иерей Константин Семенов. Христос Воскресе! Христос Воскресе! В светлое пасхальное время, по уже сложившейся традиции, мы вновь собрались на гостеприимной Люберецкой земле, на второй пасхальный фестиваль Подольской епархии. Отрадно, что его участниками год от года становятся молодые ребята, талантливые юноши и девушки. На главной сцене фестиваля действительно выступали в основном молодые таланты. Это детские хоровые коллективы, воспитанники воскресных школ, учреждений дополнительного образования и театральных студий. Прекрасный фестиваль, детки готовились, очень стараются, выступают. Видно, что они нервничают, переживают и, конечно, приходится их поддерживать и громче аплодировать. Атмосфера праздника царила во всем парке. Представители всех девяти благочиней Подольской епархии проводили различные мастер-классы для детей. Я из храма Рождества Христова, это видновская благочина. Мы сегодня делаем декоративные веточки из проволоки и лака и из проволоки и бисера. Очень активно, им нравится, я довольна таким результатом. Всех все получается, все молодцы. Всем желающим предлагали обучиться мастерству плетения из лозы, стрельбы из лука, а также гончарному и кузнечному делу. Каждый гость пасхального фестиваля мог попробовать себя в роли звонаря. Финал открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой» прошел в городском округе Люберцы. Участники конкурса, которые успешно прошли первый этап, выступили на сцене Дворца культуры. На праздничном галоконцерте побывали и мы. 17-й фестиваль «Приди и пой» приурочен к большому юбилею Люберец. Именно поэтому финал конкурса открыли этой песней. На сцене ее автор и бессменный председатель жюри вокального проекта Александр Шаганов. Для поэта «Приди и пой» больше, чем ежегодный фестиваль. Я являюсь членом жюри огромного количества конкурсов и возглавляю. Но вот этот мне дорог по-особому, потому что в нем есть человеческая теплота, есть такая демократичность, репертуар такой замечательный, самых разных песен. И песен нашей истории, и современные ритмы – это все здесь, в «Приди и пой» счастье. В этом году на участие в фестивале подали заявки 150 солистов и вокальных коллективов. По итогам первого тура 60 конкурсантов получили право выступить в финале. Это моя команда «Шоколадки». Готовились мы очень усердно. Мы почти каждый день идем на уроки и готовимся, очищаемся, песни повторяем. Тот, кто побывал на этом фестивале, у фестиваля такая, можно сказать, легкая рука. Некоторые просто пошли с песней по жизни, а кто-то вернулся в наш округ даже уже преподавателями и людьми, которые уже что-то значат в этом жанре. Конкурсанты выступали в нескольких номинациях и возрастных группах. На сцене Дворца культуры звучали современные хиты, зарубежные шлягеры, а также песни военных лет. Членам жюри предстояло определить победителей и лауреатов в каждой категории. В Люберцах возобновились еженедельные занятия танцами под открытым небом. Любой желающий может научиться танцевать зажигательную сальсу или чувственную бачату в парке Наташинские пруды. На мастер-классе побывали мои коллеги. Влево, вправо, влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Практика прошлого года доказала, люберчане любят и хотят танцевать. С наступлением хорошей погоды занятия в Наташинском парке возобновили. Уроки только начались, но первые движения уже разучены. Базовый шаг и пару движений. Пока новичок. Очень здорово. Это наш любимый учитель по влачате. Потрясающе. Главное, все понятно. Не отвлекайся, а то я не выучу движение. Ритмы латины, новые знакомства и море впечатлений. Что еще нужно в теплый майский вечер? На занятиях разовьют чувство ритма, научат танцевать меренги, руэду, бачату и сальсу. Сальса, она предназначена вообще для всех и бачата. Танцевали вы, занимались спортом, не важно. Важно, что у вас есть руки, ноги, вы танцуете, наслаждаетесь жизнью. Я учу людей, как это делать. Сейчас это не так важно, что вы технически правильно все делаете. Важно, что вы участвовали. А отсюда уже дальше все пойдет. Бесплатные занятия танцами проходят по субботам с 18 до 21 часа на центральной площади Наташинского парка. На территории Московской государственной академии физической культуры завершено строительство учебно-тренировочного комплекса. В современном центре смогут заниматься не только студенты вуза. На его базе планируют открыть детские спортивные секции. Возможность нового объекта оценил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. По соседству с историческими зданиями МГАВК появился вот этот современный многофункциональный комплекс. Около 13 тысяч квадратных метров, где можно заниматься разными видами спорта. Здесь уже все готово для проведения тренировок. Осталось только получить документы на ввод объекта в эксплуатацию. Конечно, мы ждем с нестеверпением, чтобы пустили этот комплекс. Я думаю, к новому учебному году его пустят. Потому что это большая подмога не только нашей Академии физической культуры. Это сразу многофункциональный зал, в котором будут учиться студенты, заниматься спортсмены и, конечно, оздоравливать местное население. Большая ледовая арена с трибунами предназначена для хоккеистов и фигуристов. Два бассейна для тренировок по различным видам плавания, прыжкам в воду и водному полу. А в многочисленных просторных залах смогут заниматься хореографы, борцы и гимнасты. Комплекс спроектирован с учетом требований и федерации по видам спорта. И мы понимаем, что федерации фактически являются одним из основных заказчиков подготовки специалистов. Но при этом понимаем, что комплекс должен работать не только на Академию, но и должен быть полезным для жителей Люберецкого района, Московской области. Я поручил ректору представить программу развития вуза с учетом требований региона. В планах у руководства Академии реконструкция стадиона, а также модернизация спортивных сооружений. Одним словом, создание всех необходимых условий для воспитания будущих чемпионов. Завершился Кубок России по командной гимнастике. Соревнования собрали 57 команд и стали самыми крупными в стране в этом виде спорта. Подробнее расскажем в сюжете. Первый турнир по командной гимнастике прошел три года назад в Ярославле. Участвовали 180 юных спортсменов из пяти регионов России. На соревнования в Люберце съехались уже более 400 гимнастов от 6 до 14 лет из 15 областей. Турнир открыло показательное выступление воспитанников Люберецкого гимнастического клуба «Спартак». Чтобы заслужить это почетное право, ребята усердно тренировались каждый день. Мне нравится гимнастика тем, что это очень красиво, что разрабатывает бег, ловкость и умение что-то делать. Мне очень нравится гимнастика и мы работаем командой, как говорится, один за всех и все за одного. Чтобы приблизиться к победе, спортсмен должен держать себя в тонусе, быть гибким, сильным, ловким и быстрым. Результат не заставит себя долго ждать. Так как это командный вид спорта, основное здесь это скорость исполнения по точность движения. На акробатической дорожке, либо групповые прыжки. Также очень важна синхронность в вольных упражнениях. Опять же, это командный вид спорта и здесь каждая ошибка влияет на всю команду. Это для нас очень значимое событие, мы к нему очень долго готовились. Мы очень рады, что все наши гости смогли сюда приехать. Турнир проходил два дня. Воспитанники Люберецкого гимнастического клуба «Спартак» в номинации «Юниоры» заняли второе место в третьей спортивной ступени. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В рамках регионального шашечно-шахматного турнира среди участников клуба «Активное долголетие» организовали серию мастер-классов по русским шашкам. Турнир провели во многих городах Подмосковья. Теперь в Люберцах. Тренеры шахмата шашечного клуба провели сеансы одновременной игры. Это форма, в которой профессиональный игрок одновременно играет в шашки с несколькими соперниками. Для людей серебряного возраста это не только умственная спортивная игра. Самое дорогое богатство – это общение. А раз мы общаемся, значит, мы радуемся жизни. Проводят мастер-класс. Это очень все правильно для тех, кто умеет играть. И мастер-класс всегда получит, как говорится, нужную пользу от этого мероприятия. «Активные долголеты» состязались с учениками Люберецкой 44-й гимназии, которые посещают шахматно-шашечный кружок. Начинающие шашисты проявили навыки и умения и получили советы. Что дамки там, ну, два хода делают, это для меня как бы сложно чуть-чуть. Люди опытные, я еще начинаю играть со старшими людьми. Мне было интересно, я хочу выиграть. Когда у меня были внуки маленькие, вот я их играть с пяти лет. И в 10 лет они меня выиграли, и я бросила. И я уже лет 20 не играла. Атмосфера вообще красота. Игры в шашки развивают память, внимание, логическое мышление и воображение. Открытые занятия для жителей проводят для популяризации этого вида спорта в регионе. Федерация шашек Московской области подписала договор с Минсоцразвития, в рамках которого мы проводим мастер-классы обучающие для участников активного долголетия. Всем участникам в конце дарятся подарки в виде досок. Они специально из мягкого покрытия, которые можно сложить, положить в карман. И вот выйти на лавочку, чтобы вместе со своими бабушками, подружками своими, либо со своими внуками, гуляющими на площадке, провести замечательное время. Люберцы стали 30-м муниципалитетом Московской области, в котором провели мастер-класс. В люберцах проходят всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу. В турнире, посвященном столетию со дня рождения заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова, принимают участие юноши 13-14 лет. За зрелищными поединками наблюдали мои коллеги. Уже в 29-й раз городской округ Люберца принимает у себя боксеров-спартаковцев со всей России. Борьба за призовые места предстоит серьезная. На ринге встретятся 207 спортсменов из 38 регионов. Я желаю вам, на месте первых результатов, которые вы перед собой ставите, конечно же, получать поменьше, да, и спортивного, туго-спортивного настроения и красивого гостя. На турнире, посвященном памяти Виталия Островерхова, присутствовала его вдова Светлана Александровна, супруга заслуженного тренера СССР, постоянный гость этого мероприятия. Первый турнир был через полгода после ухода Виталия Андреевича из жизни. 7 ноября 1995 года. Вот он очень ждал 50 лет победы. За два дня до победы, 7 мая мы поехали на дачу и инфаркт. Озеров Николай Николаевич пригласил меня быть помощником председателя общества «Спартак», так как он очень уважал Виталия Андреевича. Вот, и я была помощником вот с 95-го года. Региональное отделение сегодня подсоединится, очень много приезжает участников. И сегодняшний турнир 100 лет посвящен нашему ветерану Островерхову, участнику войны. И надеюсь на то, что будет еще в дальнейшем больше и больше. Потому что развитие в любом виде спорта детей наших, это говорит о том, что это будет здоровая нация. Юноши выступали в пяти весовых категориях. Первый бой состоялся между спортсменами из Тамбовской и Новосибирской областей. По результатам двух поединков победу одержал Матвей Медведев. Ну, радость чувствую. Победил. Ну, соперник неплохой, но я был лучше. Для спортсменов, которые заняли призовые места, приготовили кубки, памятные медали и подарки. Кроме того, победители турнира получат шанс выступить в этом году на первенстве России и других значимых чемпионатах. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. К эколого-патриотической акции «Лес Победы» присоединились и жители микрорайона «Самолет». Во дворе на вертолетной улице Люберчан ждал большой спортивный праздник. Футбольные матчи можно увидеть сразу на двух площадках. Сегодняшний турнир – неразовая акция. Спортивные состязания для детей и взрослых на вертолетной улице проводят почти 10 лет. И летом, и зимой. Мы переехали сюда на район в конце 2015 года и уже 2016 года начали играть в футбол во дворе. И у нас сейчас уже более 140 человек в чате. Мы регулярно списываемся, практически каждый день играем на площадке. Атмосфера отличная, никто не ругается. Потому что тут все папы, наши дети тут же рядышком гуляют с нашими женами, с матерями. Поэтому такая идея, она жива и нужна, мне кажется, не только нашему микрорайону, но и вообще с целым Люберцем. Мы должны эту традицию не только сохранить, но и приумножить. Поэтому мы всегда рады таким праздникам, мы рады их организовывать. Такие праздники востребованы, и эту тенденцию нужно сохранить и приумножить на территории всего городского округа. В футбольном турнире участвовали шесть дворовых команд. Игроки боролись за каждый мяч, но в итоге победила дружба. Такой слаженной команды дворовой я не видел ни в одном микрорайоне. Везде есть площадки, везде ребята выходят, играют. Но у вас, видимо, есть организатор, который собирает и мотивирует. И всегда приятно выйти во двор, действительно спуститься и встретиться с друзьями. Всем развитие, всем только здоровье, заниматься спортом, поменьше травм. Ну и развитие, конечно же, и личного, и семейного. После окончания товарищеского матча жители высадили саженцы клёнов. Каждое дерево – как символ новой жизни. И, конечно, символ памяти и благодарности за великую победу. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова